перед тем как вы берете отзыв у своих экскурсантов предупредите что плохие отзывы мы удаляем а людей оставляем в лесу и а а а а а а а что вот мы подъехали на двух таких машинках все хорошо грязи полные покрышки нам туда сегодня будем искать затерянный город с циварин многие знают это место как северенская крепость один из стражей бельбекской долины бельбекского каньона поэтому попробуем его сегодня отыскать крепость которая знакома с многим с детства мы в детстве называли это место монастырем но правильно будет и монастырь и крепость сейчас я вам это все покажу я уже немного отошли мы от машины и виднеется кажется крепость мы почти у цели будем будем спускаться друзья сейчас будем входить в саму крепость но перед чем мы до нее добрались я вам скажу что правильное название крепость и монастырь почему вы сейчас увидите друзья куча камней это скорее всего руины от древнего поселения с циварин смотрите какие груды камней и вот она крепостная стена и сама крепость здесь огромные камни это части крепости и самой крепостной стены здесь были главные ворота вход в город красота сейчас пройдем кладка обратите внимание современные строители идеально ровно практически видите стена у нас получается около двух метров шириной наружная часть составляет ровные тесанные камни а вовнутрь закидывали так называемую битку то есть это все что оставалось при производстве камней все камни на северенской крепости на городе с циварин заготавливали непосредственно здесь внизу в карьерах откалывали огромные глыбы их уже резали отбивали с них мелкие такие плиты вот виднеется бойница сейчас зайдем в саму крепость это все друзья две стены это последствия реконструкции 90-е годы которая была здесь произведена это все уже по вот этой вот линии в правую сторону старая то есть крепость просуществовала вплоть до практически 15-го века надпись это у нас еще в детских фотографиях на ленточные на пленочные точнее фотоаппараты а вот надпись севастополь появилась недавно думаю что в течение месяца вот буквально этого наверное она тут у нас нарисовалась друзья на первом ярусе была комната страж крепость а на втором ярусе который соединялся балками был монастырь фрески монастыря до сих пор вот они виднеются я вам сейчас попробую найти картинку вставить как это было раньше примерно потому что уже 18 веке ничего не осталось от них они уже были повреждены вот друзья бойницы на юг на южную сторону направлены и непосредственно на самые врата только что я там был фон показывал вот она бойница опять же толщина стен не меньше чем у крепостных а внизу бельбекская долина сейчас попытаемся подняться на крепостную стену непосредственно она широкая я думаю у нас это получится вот сзади меня она находится что пройдемте вот друзья внизу поселок куйбышев лава садовая вот это вот змейка вот это река бельбек проходит по всей долине уже все ее любимовка впадает в черное море начинается она села много речи одним из притоков бельбека является река река кокоска вот смотрите какая красота вот друзья так называемые костницы многие называют могильники здесь хоронили монахов если мощи монаха не сливали то этого человека превозносили к лику святых такими костницами очень богат весь бахчисарайский район и все наши историко-культурные памятники в том числе поселение с циварин минус вход ст и а а вот а и вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Идем к машинке уже Субтитры сделал DimaTorzok Идем к машинке уже Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Порыл конкретно, вчера еще этого не было То есть И, собственно, от меня Так как с кабаном мы знакомы уже давно И у нас с ним Устный договор Я ему привожу вкусняшки А он не трогает меня и моих экскурсантов Дениска Назовем его Денисом Ну что, друзья, решили еще проехать в монастырь Поэтому сейчас спустимся в монастырь Посмотрим, как там монахи без нас Все, выгружаемся Сейчас будем спускаться в монастырь Парковочка вот такая вот у нас тут И до монастыря дорожки Попытаемся с нашей бандой В монастырь святого великомученика Феодора Стратилата Вот, друзья Подходим к монастырю Такой огромный грот В подобных гротах раньше жили наши крымские неандертальцы Сейчас монахи обустроили свои жилища Вот дрова заготавливают Потому что газа нет, электричества нет Только солнечные батареи Ну, этой техники Кто с нами бывал в наших торах, уже они знакомы Я их называю монахомобили Это один из первых монахомобили Это вот новенькие они приобрели На них монахи доставляют грузы, дрова Монастыри живут за пожертвования Поэтому жертвуйте, не стесняйтесь Приходите Вот у отца Даниила, настоятеля храма Такой цветничок И маленький дружок появился Белый бим Черный глаз Настоятель храма, друзья, отец Даниил Он очень любит все, что цветет, пахнет А здесь тогда весна, тут было много-много-много цветов Да, да, да Собакен Там полточки, все, я вам там сейчас выдам Да, цветочки, видите, отец Даниил Пообирал уже все А так у нас здесь, конечно, все цветет и пахнет Наша группка Проходите Друзья Платочки приобретайте Красивые юпочки Будем проходить При входе у нас находится здесь церковная лавочка Вот, кстати, лик святого Феодора Стратилата Рекомендую приобретать в таких местах Именно лик и тех святых Чье имя носит данный монастырь Ёлочка вот такая вот Это, друзья, все кельи Раньше, вплоть до 14 века у нас жили монахи православные Относилось это место к православному княжеству Феодора Столица которого была на Мангупе Вся эта святая земля Границы княжества Вот Инкермана современного До Алушты Были Друзья Зайдем в сам монастырь, в сам храм Если вы не смогли приобрести в сроку главки свечи То с левой стороны от входа в монастырь Можно приобрести свечи Вот опять же Лик Феодора Стартилата И такой вид Красивый на горах Друзья Можете приобретать свечи Святая вода Пожалуйста Монастырь затоплен В этом двери, наверное, будем сейчас закрывать Прикрой Надо наших экскурсантов Подождать И сказать, чтобы они закрывали двери Друзья Потом двери прикрывайте вот так чуть-чуть Потому что здесь топят Вот такая печечка, кстати В зимний период Монастырь отапливается Слева за упокой свечечки Пожалуйста, у кого вопросы Вон сюда алтарь за здравие Все Спаси Господи Вон какие Кс-кс-кс-кс Кс-кс-кс-кс Любопытные Также на территории монастыря Есть Купель В зимнее время Конечно Не каждый Отваживается Для того Чтобы окунуться в ней Но летом Я думаю Многие из наших Экскурсантов Уже опробовали ее Чудесные свойства Сейчас я вам ее покажу Купель 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 Игнорирует И И Путают это место С аквапарком Но помимо того Что у них здесь написано Еще просят Разуваться На лавочке А вот поэтому По мостику Уже ходить Босиком Почему? Потому что люди Которые окунаются Потом начинают Переносить Грязь С помоста В купель Купель Постоянно То есть Наполняется И таким образом Фильтруется Тут небольшой аквыдук И два отвода Один в купель Идет Отвод воды Другой уже непосредственно В источник Сегодня я окунаться не буду Так как большая группа Но Так зачастую Круглый год Можно здесь Окунуться Ну что друзья Нашу группу Я оставил в монастыре Так как Есть твои Фишечки В наших турах Мы Даем возможность Людям еще погулять самим Но при этом Наблюдаем Со стороны Для того чтобы они Не потерялись Не заблудились И людям комфортно То есть Я их провожу Оставляю Все рассказываю Все показываю И тут они уже сами Потихонечку Возвращаются К машинке То есть Это важно Почему? Потому что Людям интересно Людям интересно И без моего Лишнего Лишнего жжания Так говорится Поднимаемся к машинке И Выдвигаемся уже В сторону базы Наше Трехчасовое Путешествие На этом Подходит К концу Опять пришел Путешествие Справится Смех Смех Водопреку Скажу Водопреку Скажу Свежая Ушел опять, я его сейчас вспомнил. Прям на свет идет, не боится. Сейчас ребята снизу должны фонариками светить, подняться. Но я, если что, его отпугнул, он должен был наверх уйти. Вниз он, к ним не пошел, по-любому. Короче говоря, друзья, выключил свет. Он попал немного без света. Слышу такой треск в деревьях внизу по балке. У нас машину вышел, слушал, слушал. Потом так резко видать стадо. Не знаю, особей 5-6 может быть. Скорее всего с поросятами, потому что визг был. И уже такие подручные подсвинки. Скорее всего работали. Вот. Стадо ушло наверх. Ближе к Мангупу. Сейчас будем ехать по дороге. Но я не знаю, получится снять, не получится. То есть были где-то метров, наверное, деревья внизу прошли. Вот там, где свет сейчас. Я уже все включил, потому что... Ну, я его спугнул стадо. У меня сейчас люди должны подойти. Вот. Ну, здорово. Кабан пошел. Гуляет кабан хорошо. Все перерыто. Если получится заснять, покажу. Ну, то есть слышно там было на видео чуть-чуть, если так приглушить как-то, ну... Как они хрюкают. Пошли вверх вот так по балочке. Думаю, сейчас на поля буду выходить. Вот снег идет сзади, если видно. Не видно. Мокрый снег пошел. Сегодня у нас 5 января 2023 года. Вот пролетает снежок. Кстати, первый снег в Крыму в этом году. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...